Мы едем в Тичино. Это итальянский кантон на юго-востоке и третий по величине финансовый центр Швейцарии, после Цуриха и Женевы, а заодно одно из самых солнечных мест Европы. В среднем в Тичино на 25% больше солнечных часов, чем в более северном Цурихе или более южном Турине, при том что облачности здесь на треть меньше, чем в том же Цурихе или например Милане. Ну а раз там так тепло, то жить мы собираемся в палатках в кемпинге города Белензона. Сюда можно приехать со своими палатками, как это сделали мы, или остановиться в приготовленном трейлере, в которых здесь большая часть кемпинга. На территории есть полноценный туалет, душ, постирочная, небольшой бар, бассейн, площадка и даже стол для настольного тенниса. Отсюда мы будем выбираться по окрестным пешеходным маршрутам и наш первый маршрут начинается на севере кантона. Музыка Итак, я уже умудрился утопить дрон, задел балку моста видимо и он упал причем прямо в воду, подошел. Сначала даже не нашел его, потому что он полностью скрылся под водой и он серенький такой, в целом под цвет камней и под водой тем более. Вот. Но если выживет, надо назвать его в честь какой-нибудь подводной лодки или что-нибудь такое подобное. А мы тем временем двигаемся вдоль реки, фактически обратно. У нас на сегодня весьма, нет, относительно простой хайк. За 4-6 часов должны справиться. 200 метров подъема, 600 метров спуска, как-то так. Вот. Мы фактически заехали подальше и теперь идем обратно. Вот. Удивительно, как все здесь напоминает все-таки чуть больше Италию, чем Швейцарию, но есть какая-то ухоженность что ли, начиная от самого кемпинга и вот местной природой. Но трава менее зеленая, надо отметить. Вот эти горы без снега, а вот те вот со снегом, полные снега. Хотя выглядят почти одинаковыми. Но они не одинаковые. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дрон потерпел падение Но после просушки откликается на проверку батарейки Теперь попробую его запустить Ну что-то как Вроде задергал и засветил Теперь нам нужен телефон Вот, включаю Так, говорит мне, что это карточки Нам пока не надо Так, держу подальше от пальцев Пытаюсь запустить Субтитры сделал DimaTorzok Вроде работает Пойду проверку на воздухе делать Мы приехали в городочек Лугана Это как лакарно, но на соседнем озере Рядом тут есть гора или холм Сан Сальваторе Давид Стереза и Максим Салесий Пошли туда пешочком наверх А я пойду на фуникулер Чтобы иметь немножко времени в запасе Несмотря на то, что столица Кантона Беленцона Культурный и банковский центр Приходится на Лугана Станция, на которой мы вышли Скромно называется Лугана Парадизо Кстати, для перемещения по кантону Нам в кемпинге выдали проездной На весь транспорт Это решение местных властей Бесплатный проездной на все время пребывания Получает каждый гость любого местного отеля Весной и летом здесь проходит множество фестивалей И именно здесь прошел первый конкурс Евровидения А мы отсюда идем на юг Все ближе к Италии Хотя так-то Италия здесь вокруг везде Продолжение следует... Наверху полетать нельзя было Потому что в радиусе пары километров Там есть аэропорт Честно говоря, даже целых три Интересно, как они в горах вообще умещаются Но Маркоты просто созданы для полетов И жаль, что времени было совсем немного Музыка Музыка Из Маркоты мы возвращаемся обратно в Луган Проплывая за минуту весь тот путь, что мы только что шли несколько часов Полетать на вершине Сан Сальваторе мне не удалось Но оказывается у Кантона есть сайт, где можно посмотреть на избранные локации в реальном времени через установленные камеры Так же как с лыжными курортами сделано это для того, чтобы лучше оценить погодные условия перед поездкой сюда Ссылку на сайт оставляю в описании Несмотря на то, что последний день План плотный Ехать обратно нам часов в пять и добраться хочется засветло До этого мы хотим еще пройти круговой пару часовых хайк до одного из самых длинных висячих мостов в Швейцарии А до этого хотим посетить хотя бы один из замков Беленсона Ну и до этого палатки собрать надо и выписаться из кемпинга Замков тут три и они все включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО Мы отправились в самый старый из них, основанный еще римлянами С тех пор замок принадлежал и Византийской империи, и Франкскому государству, и Папе Римскому, и Миланским герцогам Под конец пятнадцатого века сюда вторглась французская армия, но уже через несколько месяцев их изгнали восставшие горожане, после чего город присоединился к Швейцарскому союзу Я никак не мог отделаться от ощущения, что это черное дерево на зеленой лужайке на фоне белых стен ассоциируется у меня с белым древом Гондора, и поэтому забавно было узнать, что самая высокая башня крепости называется Белой башней У подвесного места, к сожалению, поснимать особо не удалось, так как я побоялся бароном испугать переходящих пропасть людей, поэтому на этом с Кантоном Тичино я прощаюсь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok